Книга «Открытым оком», 11 том, вопрос 2408, тема «Святая Библия». «Библия – сложная книга. С чего начать и по какой схеме начать изучать Библию?» Отвечает Игнатий Тихон Челапкин. «Хотя бы раз нужно прочитать без всяких толкований, просто от корки до корки. Потом это нужно будет делать систематически, хотя бы раз в год всю Библию прочитывать. Но потом необходимо иметь толкование Нового Завета. И как мне по сердцу, лучше всего по блаженному феофилакту, как мы и проходим здесь в университете пятилетнюю программу в 550 часов. Здесь мы читаем толкование и подробно стараемся увязать сегодняшней ситуации, как применить слышанные на практике в нашей жизни. У меня нет никакого богословского специального систематического образования ни классно ни дня. Я до всего доходил самоуком через гигантский проворот всего, что было кем-то и когда-то написано по толкованию Библии. Применяя на практике, я отдал изучение Библии уже 42 года. Притом я сижу за Библией ежедневно много часов. Считаю, что наш метод исследования Библии самый наилучший, какой только может быть. Все делать в молитве, смирении, в бодрствовании над душой своей. Проверяя и сверяя все читаемое по Священному Писанию, мы сможем и в святатической литературе найти наилучшее. В третьем томе открытым оком дается метод изучения пособия, преследуемого Евангелия от Марка. Попробуйте пройти его с группы желающих, и вы будете моим соратником и единомысленником. Деяние 17.11 Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. 1 Петра 1.11 Исследование, исследовая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Деяние 19.9 Но как некоторые ожесточились и не верили за слове «Путь Господень» перед народом, то Он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Стихотворение Какое кушанье готовит мне Господь! О чем облизываясь вспоминает тело! Сам иеговы насыщают плоть, дабы оно по мере сил воспело. Воспело не языческую тризну, но то, что хлеб, что укрепляет сердце, не только из кислотой уходит книзу, что и не смотрится, что и в желудке мерзко. Но и без этого не сохранить жилье, иначе душеньке нет места закрепиться. А потом в бордюк с утра зальем. Изыщем способы свиньей стать легкой птицей. Припоминай добавки для души, приправы из священного писания. Нам пища тленная, что керосин машин, чтоб наш рысак волок подерну сани. Не сосчитай, имея калькулятор. Там сколько же на лопателе добра перевели, что до потопный трактор вагоны пульмены везут за нами в прах. Не отрицаю вкусное люблю, но словословием Богу приправляю. Пусть только хлеб с водой, без лишних блюд, с благодарением озимыми полями. Хотя бы что-то в рот не пропустить. Оставить тем, кто беден или нищий. И в этом нам помощники посты. Конечно, если царство в небе ищем. Без стоматологов, без страшных бармашин. Чуть-чуть, а все же сладкого отверглись. Не видя зимних в пропасти вершин. И не задумаемся, до чего же мы черви. Нет, не ахаиваю пищу возвышая. Преображенный смысл движения жерновов. В большом дому не обойтись без шайки. Туша для неба. Тело ляжет в ров. Игнатий Тихонович, Лапкин, 2004 год.